Для того, чтобы обеспечить достойный уровень обучения в школах, необходима постоянная работа педагогов над собой, получение ими современных, отвечающих требованиям времени знаний. Об этом и о многом другом говорилось в ходе проведения единого методического дня. Тема мероприятия – реализация мер профилактики учебной неуспешности обучающихся. В настоящее время в любой школе учащиеся должны получать хорошие знания. И если в учреждении образования не всегда удается добиться намеченного уровня, то нужно разобраться и приложить усилия, чтобы устранить недочеты. Эта работа находится в зоне особого внимания государственной образовательной политики и в Славянском районе заботится о профилактике учебной неуспешности. Единый методический день в рамках муниципального наставнического центра прошел в Славянской пятой средней школе. В мероприятии приняли участие администрации школ наставников и школ с низкими образовательными результатами. Сегодняшний семинар наш будет носить практико-ориентированную направленность. Вы сегодня услышите, увидите и, конечно, попробуйте. Попробуйте создать продукт, некий продукт, часть своей работы, которая поможет вам в дальнейшем функционировать. Услышите лучшие практики, методики школ, которые функционируют в эффективном режиме. Вы посетите ярмарку педагогических идей. Я надеюсь, что вы не постесняетесь приобрести на этой ярмарке все материалы. Необходима адресная методическая помощь тем школам, где пока не удается избежать неуспешности учеников и помочь им выйти в эффективный режим функционирования. Для этого нужна демонстрация современных приемов работы. Разные категории школы представлены за каждым столом. Соответственно, они будут работать и выполнять свою функцию. Каждый пришел за своим интересом или представить опыт работы, или его получить. И мероприятия, которые мы сегодня приготовили, они будут носить тоже разный характер по своему роду деятельности. У нас будет и практическое занятие, у нас будет и психологический тренинг. Своевременное проведение профилактической работы поможет школе избежать проблем с качеством образования. Директор первого лицея Любовь Белик рассказала о том, что в нем делается, чтобы бороться с неуспешностью учащихся. Проводится очень большая работа с педагогами, потому что именно мастерство учителя определяет качество знаний школьников. Качество знаний напрямую зависит от методического мастерства учителя. Методическое мастерство учителя напрямую зависит от того, как работает администрация, какие она цели ставит и какие управленческие шаги она делает. Если коллектив постоянно находится в режиме развития, если коллектив постоянно учится разной формы методов, если коллектив постоянно друг друга учит, можно говорить о результатах. Вот у нас сегодня только заканчивается методическая неделя, даже месячник, которую мы проводили, начиная буквально с первого дня этой четверти. Сегодня мы проводим последний урок. 36 учителей прошли через вот эту методическую неделю, методический месячник. В первом лицее стараются повысить мотивацию учащихся с помощью различных клубов по интересам, которые позволяют школьникам развиваться в том направлении, которое им важно. Представители школ наставников поделились с коллегами своим опытом по работе с учениками, испытывающими затруднения в обучении. Проведено практическое занятие, в ходе которого предлагались интересные меры по решению проблем школы, а также тренинговые и обучающие мероприятия для формирования позитивного мышления, умения ставить достижимые цели. Большой интерес вызвала ярмарка практических методических идей. На специальной выставке были представлены положения, буклеты, макеты справок и другие документы, разработанные в школах и доказавшие свою эффективность в реализации мер профилактики учебной неуспешности обучающихся. Программа «События» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова